В эфире новости. Для вас работает Бульнар Жандагулова. Касымжимар Тукаев поздравил теннисистку Казахстана Елену Рыбакину с победой на престижном турнире в Индиан Уилси. По словам президента, наша спортсменка показала высокопрофессиональный уровень игры, железный характер и высокую культуру спортивного поведения. Уверен, Елену ждут новые успехи на лучших кортах мира, подчеркнул глава государства на своей официальной странице в Инстаграм. Елена Рыбакина впервые в карьере стала победительницей турнира категории WTA 1000. Победа позволила Казахстанке подняться на рекордное место в мировом рейтинге тенниса. По предварительным данным «Экзитпол» в Можилис прошли шесть партий. Опрос на выходе из избирательных участков в этот раз проводили три социологические службы. Интервьюеры работали в крупных и малых городах и даже в небольших населенных пунктах по всей стране. Они опросили свыше 350 тысяч казахстанцев. По предварительным данным «Экзитпол» лидирует партия «Аманат». За нее отдали голоса от 53 до 54 процентов избирателей. На втором месте с показателями от 10 до 11 процентов Народная демократическая партия АУ измыкает тройку лидеров партия «Республика». Новое политобъединение набрало больше 8 процентов. Пороговый уровень в 5 процентов также преодолели Ахжоу и Народная партия Казахстана. По результатам опроса двух «Экзитпол» они набрали необходимый порог голосов, а по данным одного им не хватало всего 0,01 процента. Партия «Зеленых Байтак» получила меньше всего голосов избирателей. Партия «Аманат» набрала наибольшее количество голосов. На внеочередных выборах депутатов Можилиса парламента были озвучены результаты «Экзитпола» трех исследовательских институтов. Согласно данным Института Евразийской интеграции за партию проголосовали 53,46% респондентов. Немного отличаются данные опроса Научно-исследовательской ассоциации «Институт демократии» 53,33%. Результаты опубликовал и Институт комплексных социологических исследований 54,42%. Опрошенных заявили, что выбрали «Аманат». Итоги партийцы заслушали в предвыборном штабе. Их прокомментировал председатель партии Ирлан Кушанов. По данным «Экзитпола» партия «Аул» набрала от 10 до 11% голосов избирателей. Такие предварительные данные представили в трех социологических кампаниях. Председатель партии прокомментировал результаты «Экзитпола». Али Бектаев поблагодарил коллег и сторонников партии. Он отметил, что выборы прошли в рамках закона. И напомнил, что партия останется приверженцем своих задач. И заверил, что начатая в ходе предвыборной кампании работа будет продолжена. Напомню, на прошлых выборах партия не смогла пройти необходимый пороговый уровень. Выражаем свою большую, огромную признательность всем казахстанцам, которые поддержали партию «Аул» на этих выборах. Результаты партии «Аул» по предварительным данным «Экзитпола» показали, что это все-таки признаки справедливого Казахстана. Это признаки нового Казахстана. Партия «Аул» становится парламентской партией. Это говорит о том, что долголетний труд нашей партии, наших членов партии просто не прошло даром. Мы хотим сказать, что во время подготовки и проведения выборов никаких давлений со стороны ни государственных органов, ни исполнительной власти, ни со стороны избирательной комиссии не было оказано. По данным «Экзитпола» за партию «Республика» проголосовали от 8,33 до почти 9% избирателей. Промежуточные результаты в республиканском штабе встретили овациями. В режиме «Экзитпола» на связи были и региональные избирательные штабы. Лидеры партии отметили, что работа только начинается. Они поблагодарили всех сторонников за плодотворную предвыборную кампанию и самоотдачу. Результаты, наверное, в какой-то степени неожиданные. Мы все-таки надеялись на большее количество процентов. Но, опять-таки, надо не забывать, что мы молодая партия. Нам всего-то два месяца с момента регистрации. Вся работа, на самом деле, еще впереди. Каждый раз, посещая все регионы, я всегда говорил, наши настоящие выборы начнутся 20 марта 2023 года. По данным «Экзитпол» «Народная партия Казахстана» останется в парламенте, политобъединение преодолело порог для прохождения в Можилис. Напомню, ранее НПК в Нижней Палате представляли 10 депутатов. Сколько мандатов достанется фракции партии на этот раз, станет известно после окончательного подведения итогов выборов. Всего же от Народной партии выдвигались более 60 кандидатов в депутаты Можилиса и порядка 500 в депутаты Маслихатов всех уровней. В целом мы видим реализацию политической реформ главы государства. Семь политических партий участвуют в выборах по партийному списку. Две новые партии появились. Это тоже результат строительства, скажем так, нового Казахстана. Самое главное, что нам надо извлекать из результатов выборов свои выводы. За кандидатов партии «Зеленых» Байтак проголосовали от 2,17% до 3,22% опрошенных избирателей. Таковы данные экзитпола. Его проводили три социологических института. Результаты огласили в ходе телемарафона. Напомню, от партии на выборы в Можилис были допущены 18 кандидатов. Впрочем, лидер партии Азаматхан Амиртаев заявил, что с окончанием предвыборной кампании политическое объединение свою работу не завершает. Дорогие казахстанцы, те, кто нас поддерживал, и однопартийцы. Благодаря реформам, которые инициировал наш глава государства, мы, объединяя защитников природы, создали партию «Зеленых» Байтак. В этот электоральный период мы объехали всю страну и собрали 500 предложений от жителей Казахстана. По итогам экзитпол мы не прекращаем нашу работу. Даже если не прошли в парламент, мы продолжим наше дело. Потому что мы партия, которая борется за жизнь и здоровье наших граждан. По данным экзитпол партия Ахжол набирает от 7,87% до чуть меньше 9% голосов избирателей. Напомню, в Нижнюю палату парламента баллотировались 65 человек, 334 кандидата были выдвинуты в маслехаты. Результаты экзитпол Ахжоловцы заслушали в своем предвыборном штабе. После оглашения они поздравили друг друга, поблагодарили электораты и пожелали успехов коллегам. Напомню, на прошлых выборах политобъединение заручилось поддержкой почти 11% избирателей. Я поздравляю всех членов Демпартии Ахжол, всех избирателей, которые отдали за нас голоса, доверили нам свои голоса на этой кампании. Но прежде всего я хотел поздравить главу государства, поскольку тем самым сегодня завершается вот этот этап конституционной реформы, начатый в прошлом году. Фактически завершается формирование политических институтов по новой системе, которую предложил президент Токаев в прошлом году. И перед страной, и перед государством ставится новая задача. Впереди много работы. Желаю всем успехов. В день выборов представители общественного движения Бакла следили за процессом голосования почти на 3000 избирательных участков. Это примерно 30% всех участков по стране. На этапе подготовки к выборам активисты этой организации обучили более 5000 наблюдателей, которые работали в 25 городах и населенных пунктах. Напомню, на внеочередных президентских выборах 2022 они наблюдали за ходом голосования в 27 городах. Штаб Бакла находится в Алматы, а региональные филиалы расположены в 17 городах страны. Я посетил вчера несколько избирательных участков. И, в принципе, наблюдателей везде там примерно от 8 до 12 человек было. Это очень хороший показатель гражданской активности. В основном молодежь была представлена среди наблюдателей. Надо признать, что эти выборы достаточно сложные были не только даже для наблюдателей, но и для избирательных комиссий. Активисты партии «Аманат» провели акцию по уборке агитационных материалов, расклеенных на рекламных стендах и других площадях городов и сельских населенных пунктов. Как отметил исполнительный секретарь политического объединения Еленур Бесимбаев, таким образом партийцы хотят выразить содействие местным коммунальным службам в уборке общегородских и дворовых территорий, а также проявить уважение к чужому труду. В «Аманат» предложили поддержать акцию представителям всех других партий, участвующих в выборах. Всего по стране за время избирательной кампании представители «Аманат» расклеили более 6 миллионов агитационных материалов. Наша цель – помочь коммунальным службам привить такую электоральную культуру, именно чистую культуру после выборов, чтобы у людей не было отторжения. Мы, да, во время выборов много было агитационных материалов, но после выборов каждый житель должен понимать, что политическая партия за собой убирает и выполняет эту работу. Молодежный блок поддержки «Жастаруна» подвел итоги выборной кампании. Наибольшее число молодежи выдвинула партия «Аманат» – 17 человек из 90. У партии «Аул» было 9 молодых людей из 25, тройку лидеров замыкает Акжол, 6 молодых активистов из 54 человек. По одному представителю молодежи выдвинули «Байтак» и социал-демократическая партия Казахстана. Площадка по поддержке молодых кандидатов депутатам и жилиса создана в феврале этого года в Алматы. Судя по всем этим протоколам, из 167 округов в большинстве мы выиграли. 10-15 минут назад выложил в соцсети пост, якобы можно поздравлять. Но пока ждем официальных данных. И к событиям в мире. В США 5 подростков погибли в автокатастрофе. Трагедия случилась на шоссе в штате Нью-Йорк. Полиция сообщает, что транспортом управлял 16-летний юноша. Автомобиль врезался в дерево и загорелся. 9-летний мальчик – единственный выживший среди всех пассажиров. Его доставили в больницу с травмами, не представляющими угрозой для жизни. Крупная авария произошла в центральной части Бангладеш. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало с высоты 9 метров. По меньшей мере 17 человек погибли. Еще 20 получили травмы. Число ДТП в стране, отмечу, ежегодно растет. В связи с этим власти намерены снизить количество аварий вдвое к 2030 году. Международный валютный фонд приступил к завершению программы финансовой помощи Шри-Ланке. Отмечу, учреждение закончит процесс передачи почти 3 миллиардов долларов в стране. Так, выделенная сумма поможет ей справиться с худшим финансовым кризисом со времен обретения независимости. Ранее главный исполнительный директор крупнейшей финансовой организации мира Кристалина Георгиева заявила, что приветствует прогресс, достигнутый властями страны. По ее словам, островное государство приняло решительные политические меры, необходимые для одобрения программы денежной помощи. В Австралии жители призывают власти очистить реку Дарлинг, где ранее погибли сотни тысяч рыб. Местная полиция сообщила, что в этом районе будет работать специально оперативно созданный центр по чрезвычайным ситуациям. Его сотрудники проведут утилизацию разлагающейся рыбы и очистят речную воду. Финляндию вновь признали самой счастливой страной в мире, говорится во всемирном докладе о счастье ООН. Рейтинг государства возглавляет шестой год подряд. По мнению экспертов, этому в том числе способствует социальная поддержка, хороший уровень дохода, крепкое здоровье и отсутствие коррупции. Второе место, к слову, заняла Дания, а на третьей строчке расположилась Исландия. В девятку также попали Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия. В канун праздника на ОРС в эфире Казахского радио проходит Международный радиомост. Журналисты восьми государств объединились, чтобы познакомить слушателей с культурой и обычаями своих народов. В эфире Казрадио прозвучат программы и мелодии из Ирана, Турции, Монголии, Кыргызстана, Узбекистана и других государств. В редакции радиостанции уверены, такие мероприятия укрепляют культурные связи между странами. Цель мероприятия – это культурная интеграция тюркоязычных народов, Ирана, соответственно, тех стран, кто празднует на ОРС. Мы будем рассказывать друг другу, как мы отмечаем праздник, какие национальные игры, что мы готовим на на ОРС. Будем слушать песни разных народов в их исполнении. Это будет прямое включение. В течение 10 часов будет идти радиомост. Около 20 тысяч зрителей посетят за несколько дней этнокультурный фестиваль «Грид Казак Геймс». В Шымкенте мероприятие проходит в Этнауле, который появился рядом с новым ипподромом. За мероприятиями наблюдает наш корреспондент Анастасия Сулейманова. Настя, расскажите, чем же удивляют гостей организаторы? Ульнара, приветствую. Еще буквально полмесяца назад на этом месте был пустырь, а теперь раскинулся Этнаул почти из 200 юрт для проведения этого фестиваля «Грид Казак Геймс». В 20 юртах представлены музеи каждого региона. Организаторы хотят рассказать гостям историю своего края. Ну а также здесь развернулась выставка продажи ремесленников, а изюминкой фестиваля являются соревнования по национальной одежде, еде, искусству и спорту. Например, в направлениях национальное искусство и национальная одежда заявку на участие подали свыше 300 человек. В состязаниях по различным национальным видам спорта примут участие около 1200 человек и в числе их участники из других стран мира. Кроме этого, в категории национальная кухня участники приготовят национальные блюда. Например, в одном большом казане сварят около 2000 литров на Урэск-Гужье, которым угостят гостей. Ожидается, что этот фестиваль посетят порядка 20 тысяч человек и для удобства гостей импровизированный аул разделили на тематические зоны. Но я думаю, скучать гостям здесь не придется. Любой желающий найдет занятие по душе. Запланированы также различные мастер-классы и состязания по национальным играм. Все эти действия только разворачиваются и даже дождливая паспортная погода не повлияла на настроение гостей. Предлагаю послушать, что говорят участники фестиваля. Мы сегодня специально, я взял отпуск вместе с семьей, приехал в Чемкент. Мне до этого позвонили мои друзья, сказали, что большое мероприятие планируется в Чемкенте в преддверии Новорыза. Специально для этого сегодня вместе с семьей приехали, посмотрели. Мы очень довольны, очень рады, что сегодня оказались здесь. Всех констанцев я поздравляю с Новорызом, с праздником. Новорыз – это для нас как Новый год. И в Новом году я всем желаю самого хорошего. Я вот только буквально зашел. Впечатляет, конечно, масштаб мероприятия. Здесь говорят, что около 200 юрт находятся, красивые сцены, ипподром. Я думаю, в ближайшие эти два дня будет очень много веселья и радости. Также добавлю, что этот фестиваль будет проходить на протяжении трех дней. Вход сюда абсолютно бесплатный. Достаточно прийти в национальной красивой одежде. И для удобства гостей все три дня из разных точек города будут курсировать специальные маршруты. Ну а завершится празднование Новорыза большим галоконцертом с участием казахстанских звезд. Гульнара, у меня на этом вся информация. Анастасия Сульманова из Шымкента. Этнаул в Казмедиа-центре действительно поражает исторической точностью, с которой воспроизвели атмосферу Новорыза с неизменным кожей баурсаками и народными гуляниями. Кстати, в Шымкенте воссоздали подобный этнаул, разве что в больших масштабах, там 170 юрт. Но и эта импровизированная площадка не уступает по красоте и колориту. Вот и организаторы праздника говорят, что им удалось воссоздать эту атмосферу. И завтра, 22 марта, астанчан и гостей столицу угостят на Уруской Жею баурсаками. Приготовят больше 60 тонн национальных блюд. На детских площадках, в парках и скверах организуют театрализованное представление. На Уруской Же мы готовим по рецептам бабушки. Туда надо добавлять обязательно должно быть 7 ингредиентов и белое молоко. Потому что, как казахи говорят, мол, волосы. Да? Да. Да, вот говорят, все, баурсаки. Баурсаки тоже, это, в каждой семье есть свой рецепт. Приостановить продажу алкоголя к священному месяцу Рамазан призвал предпринимателя Верховной Муфти Казахстана. Напомню, 23 марта начнется месяц мусульманского поста Рамазан. Он продлится 30 дней. Ночь могущества и предотпределения Кадртун выпадает на ночь с 17 на 18 апреля, а у Роза на 21 апреля. Первый день Курбанайта приходится на 28 июня. Председатель Духовного управления мусульман еще раз напомнил, и размер пожертвования на этот год его можно уплатить в течение всего священного месяца. Размер пожертвований в этом году составляет 535 тенге, это стоимость двух килограммов муки. По традиции, в священный месяц Рамазан будут проходить различные благотворительные мероприятия. Призываем казахстанцев не оставаться в стороне и внести свою лепту и помочь тем, кто в этом нуждается. Ну и на этом все. Спасибо, что были с нами. Продолжение следует...